Частный приют для собак «Добрые руки» держится на плечах шести неравнодушных женщин. На собственные средства добровольцы кормят собак, лечат, стерилизуют и вакцинируют. Не всегда пенсии хватает на то, чтобы содержать столько животных. Узнав о тяжелой ситуации приюта, директор канала «16» Петр Смирнов решил помочь четверногим питомцам и привез им корм. Важно проявлять гуманизм, нарушать отношения в том числе к братьям нашим меньшим, к животным, особенно которые находятся в приютах. И стало известно, что общественная организация, которая здесь располагается, содержит бездомных собак, которые уже в приличном возрасте. И, конечно, захотелось им помочь, поэтому приобрели два 15-килограммового пакета корма. Также приюту необходимы люди, которые могут помочь не только материально. Всегда нужно что-то починить, построить, соорудить. В приюте нет света и воды. В таких условиях тяжелее всего зимой. Но питомцам и руководителям приюта помогают неравнодушные соровчане. Женщины занимаются такой добровольческой деятельностью с 2000 года. Сейчас на попечении волонтеров 15 собак. У каждого животного своя нелегкая судьба. Кого-то нашли щенком в поле, кто-то замерзал на остановке или производственной площадке. Мы уже пенсионеры, то есть, сами понимаете, пенсии нищенские. То есть, вечно работать мы тоже не сможем. Не сегодня-завтра все будем, так сказать, безработные. Содержать мы большое количество собак просто ни физически, ни материально не сможем. Поэтому новых мы не набираем. То есть, вот этих доводим, так сказать, ума. Чаще всего приюты пополняются животными, которых просто выбрасывают на улицу. Не надо забывать о том, что мы люди в ответственности за тех, кого приручили. Не разбрасывайте собак к площадкам производственным. Там нет ни приютов, ни приемников. И ваши собаки там никому не нужны. Вот они сейчас вот выбросили двух щенков, и они кочуют от площадки к площадке. Это все опять-таки, ну, кто-то, может быть, их накормит. Кто-то. А впереди зима. Это холод и голод. Приют с радостью примет корма для собак, а также старые шубы и куртки. Особенно необходимы детские куртки для больной собаки. За актуальной информацией обращайтесь по телефону 655-40 или 5-86-80. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова